Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Доброе дня! Доброго дня! Доброго дня! Доброе дня! пораньше где-то будем сбор гостей начинаться 13 30 вот то есть приглашаем всех у кого есть креативные скалки фартыки ты с собой мужа с собой можно взять да если вдруг у кого-то нету скалок там да или фарточку не уж такого не бывает мы предоставим там вот что там будет ну во-первых там помимо интересного общения на выступлений там и так далее у нас и лепки пельменей у нас также мы там будем создавать герб креативный герб самара из пельменей из подручных средств так скажем да вот было бы с пельменей было бы у всех есть такая идея предложения задачи этот герб потом отвезти в питер ну да тут какой же вариант пищевой риски все здесь уже да вот это также там будет очень много видеографов фотографов вот можно будет коллектив творческий да можно будет записать ролики мы будем записать ролики на тему я талант то есть можно будет рассказать о себе прочитать стихи спеть песни прочитать стихи спеть песню и там будет специальный гимн я талант то есть под него мы обязательно снимем клип ну и соответственно у кого будет самой потрясающей истории которая с которыми люди поделятся с нами во время лепки мы это тоже все снимем и потом расскажем на всю самара если повезет кто может прийти кому это будет интересно абсолютно любые группы населения абсолютно разных возрастов могут прийти принять участие как на древней руси до повелось что люди собирались перед праздниками готовили это кушанье к праздничному столу и это были друзья соседи все кто угодно очень будем рады креативным людям то есть людям которые нестандартно мыслят они стандартно живут который занимается какой-то общественной деятельностью конечно же который имеет какого рода таланты и вообще я думаю что данный флешмоб будет полезен именно людям которые хотят проявить себя лепим пельмени пританцовывая да 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 фотографирую то есть в принципе хорошо ну вот пришли люди в два часа все стартануло там как-то стал и кто-то лепит кто-то руководит потом это куда все понятно что пельмени будет тьма тьмуще потом мы это все считаем наша задача посчитать какой у нас все-таки результат делаем одно большое фото ну так скажем для всех пельменей людей всех пельменей и всех людей резюмируем да сколько нас пришло чтобы подать данные главным организатором сколько мы налили пельмени что мы сделали на этой вечеринке пельменной и соответственно варим варим все желающие будет несколько начинок традиционная начинка с мясом вареники с сладкий сладкий с картошкой если вдруг кто-то кто пожелает поделиться каким-то уникальным рецептом не знаю еще каких-то начинок или форм пельменей мы только будем очень рады есть такой человек найдется придет и проведет мастер-класс будет счастливчик да у нас будет один пельмени с сюрпризом и если никому не достанется нет мы за это только проглотит не возможно проглотить варим да понятно ну здорово друзья 202 11 22 телефон прямого эфира давайте сейчас наш первый кино кадр вкуснющий вам покажем что это за фильм мы загадали звоните 202 11 22 будем рады вашим звонкам если вы знаете что за фильм звоните ну а я хочу тоже как бы нести свою лепту я готовилась к эфиру нашла очень много фотографий в интернетах так скажем креативных пельменей пожалуйста скажите нам потому что русская фантазия безгранична в этом плане потому что я думаю что если как бы кто-то что-то действительно дома такое делает ну вот пожалуйста пельмени рыбки да то есть это понимаю что там будет тесто это надо будет раскатывать как это будет происходить все кто-то будет командовать этим как у нас вот екатерина главный главный дирижер будет главное по пельменям главная тарелочка главное по процессу да она будет подсказывать что мы делаем сейчас в каком порядке мы там может быть даже поделимся возможно на команды очень много будет энергии для меня как вам у нас кстати была идея сделать цветные пельмени пищевыми красителями типа свеклы и там каких-то морковь и чего-то еще то есть принципе друзья если вы любите пельмени любите как бы сам процесс их приготовления если у вас семья такая рукастая творческая пельмени сердечки отличная как бы мне кажется что надо взять на заметку я так понимаю а соус каким-нибудь эти пельмени едят с сметаною с кетчупом с каким-то там другими мы готовим традиционные соусы то есть там сметана кто любит сметаны кто любит с кетчупом кто любит с майонезом но опять же мы подчеркиваем что если у кого-то есть какой-то гениальный рецепт соуса и человек готов его исполнить и поделиться им и с друзьями флешмобу мы будем очень рады такому человеку даже возможно не обязательно прийти там и может быть кого-то нет возможности прийти можно это все рассказать нас в группе так например поделиться рецептами да да есть официальный сайт как раз таки и креатив пельмени пати есть группа в контакте программы универсальный формат где мы тоже обязательно всегда делаем перепосты каких-то событий которых мы рассказываем встреч группы так далее так что если у вас есть доступ к интернету я хочу розовые пельмени какая-то такая милота девочкина да у нас есть телефонный звонок здравствуйте как вас зовут алло сергей любите ли вы пельмени так как любим их мы задумал очень а вы их вот покупаете или все-таки дома пытаетесь приготовить а сами никогда не лепили ну приходите приходите попробуйте свои силы ну что билеты в кино в киномечту вам достанутся если вы сейчас правильно ответить на вопрос что же за блюдо что за фильм мы загадали а блюдо баклажанная что уж мне кажется это такая как бы непреложная истина которая у всех уже на устах спасибо большое вам за звонок обязательно приходите посмотрите принять и принимайте участие нужно наверное нашим зрителям рассказать что как бы важны есть моменты для того чтобы принять участие да есть важные моменты необходимо зарегистрироваться на флешмобе для этого есть сайт eterevery.ru где регистрируются абсолютно все участники и можно также в нашей группе где все участники собираются общаются там есть отдельная ветка где можно написать я иду и сколько идет с вами там друзей или семья с вами идет нам это необходима для того чтобы понимать сколько человек к нам придет в гости нужно зарегистрироваться соответственно запастись хорошим настроением желанием лепить пельмени взять подручные материалы дал кого что есть и приходить 14 в 14.00 31 января ну друзья мои я надеюсь что мы собственно там ты встретимся это кафе дубровский если не ошибаюсь да будет там проходить это все всю информацию опять же если интересно можно найти у нас в группе в каффе Вконтакте. Будет весело, я думаю, очень-очень вкусно. Ну и самое главное, что ожидает всех тех, кто придет, это обширная творческая программа. И вот сегодня мы будем для вашего настроения эту какую-то такую удивительную музыкальную нотку создавать. Здесь у нас прозвучат совсем скоро народные, любимые многими инструменты. Что это будет и кто это будет, я думаю, совсем скоро уже узнаем. Ну а вам, девочки, могу сказать, запасайтесь, мне кажется. Кажется, люди-то, любящие пельмени, у нас в Самаре живут, и переплюнем все города, и телемост, я так понимаю, там тоже, да, планируется еще так, что кто хочет быть звездой, проявить свои таланты, не только в лепке пельменей, но и в каких-то творческих моментах, приходите. Ну, звонок у нас есть, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Надежда. Очень приятно, Надежда. Что хотите спросить? Нет, я бы хотела на вопрос ответить. Ну, к сожалению, пока мы уже вопросы все отгадали, совсем скоро в следующей части нашей программы будет еще один вкусный вопрос. Уже фильм посложнее, не наш, сразу говорю, иностранный, но тоже весьма вкусный и про еду. Ну что, давайте прощаться с организаторами, впереди музыкальное такое сопровождение для хорошего настроения. Не переключайтесь. Ну, здравствуй, кошачек. Земля-то слухами полнится. Помочь бабе-яге сварить волшебные зелья, да непростое. Ингредиенты – редкие растения, название со сложным написанием. Таково задание. Справишься – переходишь на следующий уровень. А там уже Илья Муромец и волшебные стрелы со словами, правильными и написанными с ошибками. Обучающую игру для детей придумала команда молодых самарских разработчиков и преподавателей. Помимо обычных игровых заданий, классических вариантов, классического прохождения квеста, ребенок еще выполняет задания по орфографии. Вся образовательная часть соответствует образовательной программе и создается опытными педагогами. Игра рассчитана для планшетов и смартфонов. От идеи до воплощения ушло около трех лет. Все приходилось осваивать буквально с нуля, делятся авторы. В России таких игр разобретают пока немного. Простор для дальнейшего творчества внушительный. Начали с темы русской, сказочно-исторической. Уже готовят следующий квест, тоже в русской теме, космической. Игроков попытаются отправить в будущее, во времена колонизации Марса. Они смогут и пилотировать космический корабль, и пройтись по другой планете, полетать среди звезд. Это будет квест по математике. Деткам придется думать, считать, решать, а также решать задания на логику, какие-то геометрические задания. Если уж современные дети и проводят много времени за играми на мобильных устройствах, то пусть это будет с пользой, решили молодые самарцы. Всего планируют создать 13 историй о путешествиях мальчика во времени и пространстве с пользой для ума. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Сегодня в гостях человек настроения, человек аккордеон. Самое, может быть, то, что нужно, мне кажется, для того, чтобы пританцовывая лепить пельмени, это Андрей Захаров. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, любите ли вы пельмени? Да, я на самом деле очень люблю пельмени. Наверное, вот один раз в неделю я точно их ем. Серьезно? Да, минимум, минимум. Хочется уже так принять участие, полепить что-то там? Да, иногда хочется сделать их самому, потому что самые вкусные пельмени — это домашние. Конечно, когда тесто своё и мясо своё. А была ли у вас у мамы, например, в детстве такая штука, она называлась лентяйка? Такая вот железная с дырочками. Ну, если я не ошибаюсь, по-моему, была. Такая, которая тесто раскладываешь, потом раскатываешь, там мясо кладёшь, и они сами так опадают. А, нет, вот именно такой, по-моему, не было. Мы сами всё сами делали. Какие молодцы! Вы так собирались, тоже лепили, да? Ага, да. Понятно. Расскажите вообще, как стали вот таким профессиональным музыкантом, аккордеонистом? Как так жизнь сложилась? Занимались где-то, учились? Вот, на самом деле, на самом деле, я вначале пошёл учиться на фортепиано. Так. Спустя три года мама, услышав на отчётном концерте аккордеонистов, вот, сказала, что нет. Ну, то есть на фортепиано я закончил, но она решила меня отдать ещё на аккордеон. Вот, потому что ей очень понравился этот инструмент. Вот, и потом я её желание сам на себе, то есть, понял. То есть, как бы так сказать. Реализовали мечты. Да, реализовали мечты мамы, а потом эти мечты же оказались и моими же. Вот, потому что очень красивый, во-первых, звук. Так. Фортепиано не возьмёшь с собой, вот, аккордеон можно взять. Ну, да, как сложно. Вот, мне кажется, главный плюс, да? Вот. Ну, и сам звук, он, как бы, очень много возможностей инструментов. То есть, можно играть классические произведения, там, джаст, кто-то рок играет на баяне, народный. А вы играете рок на баяне? Народный. Я, на самом деле, ну, я не любитель рока, я больше, вот, люблю русскую культуру, русская. Ну, или иностранные какие-нибудь произведения, там, не знаю, ну, БСМУ или что-нибудь такое. Такое, от души, чтобы... Да. Все же, кто всё знает, они, наверное, там, пытаются танцевать, попивать. Сколько он весит? Весит, ну, где-то в порядке девяти килограммов. Девять килограммов, вот так вот на плечах, на мужских держится. Это ваш первый или уже какая-то коллекция есть? Нет, это, наверное, уже пятнадцатый, наверное. Пятнадцатый? Вот это, да, особенный какой-то. Вот это итальянский инструмент, вот, я его заказывал с Италии, девять месяцев он мне готовился. Специально как-то индивидуально всё подбирается? Ну, да, вот, это, к слову говоря, через Сергея Войтенко я заказывал, если вы слышали про таком. Конечно, слышали. Вот, он порекомендовал этот инструмент, ну, я, в принципе, очень доволен. Очень доволен, очень хороший инструмент, он выглядит и снутри, и снаружи он, то есть, меня устраивает вполне. Понятно. То есть, в принципе, друзья, если вы соберётесь лепить пельмени 31-го числа, вот, как раз-таки, с Андреем будет удивительная возможность встретиться, пообщаться, не знаю, может быть, что-то даже сказать. Спеть, сыграть. Да, сыграй-ка для души под пельмени, что-нибудь. Ну, и всё. Сразу настроение поднимается, и, как говорится, душа так и раскрывается. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Мы по-прежнему принимаем ваши звонки, если есть что спросить, может быть, задать какой-то вопрос. Ну, и, конечно же, продолжается наш конкурсный такой вот киномарафон. Пытаемся выяснить, что же за вкусный фильм. И мы сегодня для вас приготовили, внимание, это очередной кинокадр, известный фильм про известную тоже достаточно девушку и женщину, в том числе, две судьбы параллельно. В этом фильме сплетаются, если вы смотрели, то наверняка отгадаете. 202-11-22. Не про пельмени, сразу скажу, что-то другое у неё в руках. Но, тем не менее, как бы, наверное, если видели, то сразу же не возникнет никакого труда. Наверное, для настроения что-нибудь ещё хочется сыграть. Андрей, что будем играть? Танго-кумпарсит. Танго. Ну, давайте сыграем танго. Танго-кумпарсит. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Андрей, присаживайтесь. Спасибо. Ну, настроение создали удивительное, действительно. Мне кажется, что если вы, друзья мои, как-то вот заскучали и хочется чего-то необычного, такого в Самаре действительно еще не было, креатив «Пельмени Пати». Вот один из участников, Андрей. Ну, надо пригласить, наверное, прямо вот от своего имени, наверное, глядя в глаза всем зрителям, чего хочется сказать, может быть, чем заинтриговать. Вот от лица своего и от лица артистов, которые туда придут, хочу вас всех пригласить на флешмоб, на пельменный флешмоб. Я думаю, вы точно не пожалеете. Во-первых, вы останетесь там и сытыми. Это самое главное. Самое главное. Во-вторых, вы послушаете очень интересные истории других людей, очень хорошие выступления разных артистов и очень много выступлений. Вот познакомитесь, поделитесь своим каким-то опытом, может, репки пельменей. Поэтому всех желающих я от своего лица и от лица артистов приглашаю на этот праздник. Ну, а вы, друзья, не теряйтесь. Берите бабушек, берите мам, может быть, каких-то тетушек своих, тех, кто обладает удивительными талантами и знаниями, передающимися из поколения в поколение именно по лепке пельменей. Я же еще раз напоминаю, что всю подробную информацию можно найти у нас в группе. Мы обязательно всех-всех-всех приглашаем и постараемся сами быть, естественно. Ну, а вам, друзья, еще раз хочу повторить наш киновопрос. Что же за кадр мы загадали, из какого такого фильма? Тут прям противостояние Лобстера и главной героине. Что это интересное такое вот за фильм такое? Мне кажется, если смотрели, то никакого труда не составит. Ну, а впереди у нас тоже музыкальное настроение. Однако, может быть, кто-то это самое музыкальное какое-то такое сопровождение, игру на аккордеоне, на баяне или просто песни, использует в борьбе со стрессом. Так вот, мы решили у наших граждан на улицах спросить, какое же для них лучшее лекарство от стресса. Может быть, как раз-таки и пельмени там услышим, посмотрим, а потом вернемся в студию. Лучше – это, по-моему, встреча с хорошими друзьями, с близкими друзьями. Встреча с друзьями, конечно, лучшая. Для меня дать земля. Для меня коньяк. Армянский коньяк. Пожалуй, все хорошо, но прогулки должны быть. Должны быть обязательно прогулки. Встречу с друзьями помогают. Вот, ну а солнце тут. Нагуляешься хорошо и отдохнешь хорошо. Смотря от чего стресс. Работа. Работа. Общение. Работа. Приятное, с удовольствием. Правильно? Ну. Солнце, солнечная погода морозная. И шоппинг. Сейчас считают, что нужно, поскольку я православный, просто посчитать собор Петра и Павла. И все. И прочитать молитву Отче нашу. Поездка за границу. В первую очередь, это, наверное, отдых. А тут, конечно, смена обстановки, заниматься своим любимым делом, найти увлечение, время для себя уделить очень много. Ну, друзья, безусловно, чтобы стресса не было. Ну, позитивные должны друзья быть. Позитивный должен быть настрой. И, скорее всего, это внутреннее состояние гармонии у каждого человека. В таком случае стресса ни у кого не будет. Ой, не знаю, у меня животное и собака. От стресса? Ну, не знаю, мне кажется, дети. Свои собственные дети – это лучшее лекарство от стресса. Никогда не дают скучать и в то же время с ними легко расслабляться. Доброе расположение в семье. Ну, я считаю, музыка. Да. Я вот слушаю музыку, мне прям отлично помогает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok